Всем привет! Я нахожусь на Linux MX-21 Wildflower с рабочим столом KDE, Cool Desktop Environment. По-русски крутой рабочий стол. Ну, что скажу, ну, хорошая, удобная рабочая среда. У меня их тут несколько. Есть, значит, X-Face, есть Cynamon, есть Budge, есть вот этот KDE. Не знаю, там 4 или 5 рабочих столов. Когда будете скачивать, можете выбрать любой. Вот, значит, что здесь мне нравится. Ну, первое. Вот очень удобная такая вот лупа. Вот я на неё навожу и могу посмотреть там сразу, там, чего там у меня творится. Вот, допустим, в кардиомом разделе у меня всего 48 гигабайт. Используется только 9 с копейками. В домашнем разделе у меня там 73 гигабайта. Используется только там 10 гигабайт. То есть, к любой детали можно, как говорится, взять и присмотреться. Дальше, значит, вот очень удобная, называется, онборд, кейборд. Вот, ну, грубо говоря, доска, как говорится, на борту. Вот, всё здесь имеется. Вот, пожалуйста, на русском языке. Захотите там поменять? Поменял я на английский. Вот, у меня, значит, здесь два языка. Значит, английский-английский. Не американский, как обычно любят, а, ну, я живу в Англии. Английский-английский. Вот. Здесь очень удобная такая вот менюшечка. Я её выбирал. Надо будет её включить в список на всякий случай, чтобы у вас было. Всегда мы могли её вставить. Вот. Вот. Ну, такие вот небольшие делаются настройки под себя. Значит, поскольку у меня здесь все пароли убраны, убраны, где вы на кладовочке можете всё это дело скачать, то там будет пароль демо. И вот в этом демо-пароле, значит, вы там можете уже установить свой новый, там, пароль имя пользователя. Затем, значит, там, разметку диска сделать. Или меньше, там, или больше, там. Ну, посмотрите сами. Тут очень, скажем так, выбор большой. Менюшка. Ну, что? Ну, вот. Давайте вот я сейчас вам сейчас покажу менюшку. Интернет. Вот что в интернете есть. Дропбокс, Firefox, Google Chrome. Значит, торрент. Можно, допустим, качать. Кладовочка на Меги. Вот. Всё, что, как говорится, самое необходимое у вас есть. И маленькая кладовочка на дропбоксе. Вот. Единственное, вам останется только поставить туда свои пароли и пользоваться. Дальше, значит, мультимедиа. Ну, мультимедиа. Вот. Обычно пользуюсь я Audacity. Ну, Климентинку послушать музыку. Вот пользуюсь я программой, и в данный момент OBS Studio. Для редактирования видеороликов я пользуюсь OpenShot Video Redactor. Он работает как на винде, так и на винде, так и на линуксе. OBS Studio также работает на винде и на линуксе. Simple Screen Recorder, он работает только на винде, на винде нет. SM Player, он очень хороший тоже плеер. Я им гораздо чаще пользуюсь. Тоже работает на винде и на линуксе. А в ВЛЦ для меня что-то, сколько лет я там не пробовал, ну, стоит и стоит. Ну, сильно он мне показался заумным. Это, значит, вот набор инструментов. Тут вот поползайте там, посмотрите там, что к чему. Выбор, как говорится, большой. Смотрите сами. Вот. Офис представлен неплохо. По крайней мере, электронные таблицы есть. Ну, по типу текстового процессора, по типу винворда тоже дела есть. Ну, в общем, поглядите. Значит. Вот, иначе-то так в сеттинге. Вот тоже посмотрите. В общем, скачайте, посмотрите. Я вам думаю, что не пожалеете. Ещё что скажу. На линуксах я практически никакими антивирусными программами за все это время, как я начал. А это уже, дай бог, там лет уже 10, наверное, будет, или там 12. Вот. А я не пользуюсь. Вот так. Никогда, как говорится, особой нужды не было. Вот. Стоит у меня, значит, Firefox, но я обычно практически пользуюсь Google Chrome. Потому что у меня там все настройки, там, все мои закладки и так далее. Ну, меня Google Chrome, скажем так, устраивает. А вот на Винде на 11-й мне пришлось браузер поменять, потому что вот, значит, вот здесь вот тоже вот он не совсем хорошо работает. Друзья, всем привет! В ближайшие несколько часов... Появлялось, значит, на Винде вот такой вот прямоугольное окошечко. Вот. Пустое, ничего в нём не было видно. Ну, довольно-таки раздражало. И на Винде я поставил Brave Браузер. Он подхватил все мои закладки. Вот. И на Brave Браузере, значит, всё тоже у меня, так сказать, работает и нормально работает. Значит, ну, что ещё? Вот ещё иногда я на себя вот такую штучку проверяю. Stacer называется. Вот сразу видно, сколько в корне, сколько в памяти и сколько в CPU. Если что-то мне нужно, вот смотрите, что я обычно делаю. Не часто, ну вот. Показываю. Нажимаете вот на эту метёлочку. Нажимаете, вот, отмечаете, что всё вы отметили. Нажимаете вот так. И ещё раз всё отмечаете. Ну, тут, значит, заводите свой пароль. И вот он вам пишет, сколько и чего он вам освободил. А освободил вам, показываю, вот, 320 мегабайт. Если теперь обратно побежите, то вот такая вот картиночка возбудит. Ну, тоже очень такое удобное представление вашего компьютера. Нажимаем на кнопочку сюда, выход. Что мне нравится у MX Linux. Это то, что он может создавать копии уже вот настроенной рабочей системы, которую вы под себя настроили. Причём создавать их может в нескольких вариантах. Вот я сейчас это дело вам покажу. Показываю. Вот, смотрите. Значит, он помещает снапшоты, снимочки состояния системы вот по этому адресу. Вот здесь вы можете посмотреть даты. Значит, год, месяц и число. А, допустим, вот здесь можете написать... Так. Вот так. Ага. А, вот здесь можете написать... Большими буковками. Например, вот этот рабочий стол у нас К, Д, Е. Ну, давайте посмотрим. Вот. И нажимайте на кнопочку Дальше. И вот здесь наступает самая такая вот часть внимательная. Посмотрите. Если вы делаете копию системы только для себя, то туда войдут все ваши пароли и так далее, и так далее. А если, допустим, вот я, как для вас все приготовил, то у вас, значит, будет вот такая должна галочка стоять, и видите, она сама автоматически уже все отсюда отмечает, убирает. Нажимаете на Next, и пошло, значит, это самое. Желаете начать в старт? Ну, я пока не желаю. Я просто принцип показал и где-то находится. Вот здесь вот называется Snapshot. Также вот хорошая опция сделать флешку живую, скажем так, именно средствами MX Linux. Тоже очень хорошая штука. Вот. Ну, ладно. Значит, Чем мне понравился MX Linux именно вот этой возможностью, что можно создать образ настроенной системы, поделиться ее с пользователями. Вот. Вот это самое важное. В Linux Mint у нее была программа System Bug, но уже там 4 или 5 лет она не поддерживается, поэтому мечтать о чем-то хорошем, это бесполезно. А вот на MX тут все работает, все крутится, все шевелится и в образе работает. Еще одной подобной программой вылетело, как говорится, из головы. Ну, ладно. И чем не могут похвастаться операционные системы, основанные на Arch Linux, они вот таких вот простых программ для создания из образов, а вот не умеют они. Представляете, как это стыдно вот уже в наше время не иметь вот подобных программ. Ведь почему такой бешеной популярностью MX пользуется. А вот посмотрите. Вот вам рейтинг. И вот поглядите вот сюда. MX Linux стоит на первом месте. Манжара. Хороший Арчик. А вот не могут они делать вот того, что делает MX. Вот. Вот, пожалуйста. Рисующих не может там. Сейчас я еще сделаю побольше. Вот система PC Linux. Тоже позволяет создавать свои образы настроенные системы. Вот. Тоже могу ее рекомендовать. Почему? Потому что что-то вы сделали под себя там, настроили. Вот. Единственное, что там нет такой гибкости создать образ настроенной системы там для себя или для пользователей. Там приходится выкручиваться по-другому. Там создается сначала все для пользователей. Вот. Создается образ. А потом уже вставьте свои пароли, настраивайте систему дальше под себя. Ну, тем не менее, значит, вот тоже очень хорошая такая операционная система. Вот. Мой такой, как говорится, вердикт на сегодняшний день. MX Linux является самой лучшей операционной системой среди линуксов. И это, как говорится, подтверждает опросы пользователей, потому что они выставили все MX Linux на первое место. Поэтому, значит, опять-таки, как говорят американцы, ничего личного. Вот. Опираясь только на общественное мнение. Ну, ладно. Я желаю вам всего самого доброго и наилучшего. Вот. Прощаюсь с вами. И до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова